Братислава стала третьей европейской столицей, куда в год 175-летия Абая привезли его произведения. Более 200 книг великого поэта и мыслителя теперь можно найти в Центральной библиотеке Академии наук Словакии. Сотрудники библиотеки назвали подарок бесценным и пообещали выставить коллекцию на самое почётное место. Мы хотим поблагодарить Национальную академическую библиотеку Казахстана. Это действительно книжный дар. Для нас эта литература имеет большое значение. Мы уверены, эта коллекция будет интересна нашим читателям. К удивлению присутствовавших на презентации, Абай заговорил на словацком. Специально к 175-летию нашего поэта казахстанские студенты перевели слова назидания великого мыслителя. Каждый раз стофки людей за справедливые цели не стоят, а не за малый преснегов, кто вратит Господь одну особу. Мне сказали, что вот намечаются мероприятия, я сразу как об этом узнал. Мы начали подготавливаться. Занимались мы переводом около двух недель. Да, действительно, это было нелегко, поскольку словацкий язык, он не имеет такой обширной слова. Для того, чтобы говорить, описывать моменты, которые у нас в казахском языке, которые используют Абай Кламаев, Кунисюзер. У нас богатый язык, из-за этого было очень сложно. Ожидается, что на Словацке будут переведено сразу несколько трудов легендарного поэта казахского народа. В нашем посольстве в Братиславе планируют провести их презентацию уже этим летом. В рамках празднования 175-летия Абая будет произведен перевод и слов назидания, и поэзии Абая. Мы надеемся, что наши страны станут ближе, наши народы станут ближе, станут лучше друг друга понимать. Это первая ласточка в целой череде культурных, массовых мероприятий, которые наше новое посольство планирует провести в течение года в Братиславе. Библиотекари Казахстана и Словакии не намерены ограничиваться лишь передачей книг. В Братиславе за круглым столом коллеги обсудили будущие проекты и договорились расширять горизонты сотрудничества. В частности, казахстанским специалистам интересен словацкий опыт в оцифровке книг. Торжественный вечер завершили праздничным концертом.